Ишнала, друзья! Много раз вы спрашивали меня на стримах, как начать играть на Сирусе, что нужно сделать в самом начале, как одеться и так далее. В этом видео я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Видео по большей части для новичков, но старички тоже могут посмотреть и поправить меня, если я что-то скажу не так. Рассматривать мы будем все на свеженьком Realme X5. Ваш старт начинается с первого уровня, как и всегда, но на Сирусе есть отличная форма поддержки качающихся. Достигнув определенных уровней 5, 10 и так далее, вы будете получать коробку с подарками, которая содержит сумки, чтобы было куда складировать шмотки. Кастомного маунта, которого можно использовать на 5 уровне, вне зависимости от вашего навыка верховой езды. Да, этот маунт увеличивает скорость передвижения лишь на 50%, но все равно так бегать приятнее, чем ножками. И что самое главное, в сумках содержатся еще специальные эликсиры, которые сделают вашу прокачку менее проблемной. Эликсир регенерации восстанавливает ваше здоровье и ману раз в 5 секунд, а эликсир жажды скорости повышает вашу скорость передвижения, когда вы убиваете мобов. Не забывайте использовать эти эликсиры. И таким образом, неважно, если у вас пати хил или нет, эликсиры смогут поддерживать здоровье вашей группы на первых парах. Также вы получите эликсир откровения, который увеличит получаемый вами опыт на 100%, и метку миротворца, которая сделает вас невосприимчивым к атакам враждебной фракции. Все спеллы по мере прокачки изучаются автоматически, что тоже очень удобно. Больше отличий в прокачке нет, группу найти не так сложно, но если планируете качаться по подземельям, то выгоднее всего брать роль танка или хила. Так вы практически лишитесь времени ожидания, и начиная с 15 уровня из инстов можно будет не вылезать, получая там основную порцию опыта. Основные трудности, как вы понимаете, ждут нас на 80 уровне. Докачавшись, вашего уровня предметов будет недостаточно, чтобы начать посещать сразу хорошие подземелья. Поэтому для начала обратимся к аукциону. Здесь есть определенный набор вещей, которые можно купить для наиболее быстрого поднятия итем-левела. Среди таких вещей оплот зоома, наплечь единства, кушак Джордана и куча чуть более дорогих вещей. И дешевые виды мечей и кинжалов. Но где же взять золото для аукциона, спросите вы? Тут нам на помощь приходит кастомная локация острова Кельданас, оптимизированная под 80 уровень. За каждый выполненный здесь ежедневный квест вам дают от 17 до 22 золотых монет, которые вы можете потратить на покупку шмоток с аукциона. Более того, прокачав репутацию до превознесения среди воителей Кельданаса, вы сможете купить себе бисовую шею с проком, которая сейчас является лучшим выбором для любого класса. Вторая, не менее важная локация, остров Толгород. Здесь тоже доступна масса ежедневных заданий по 24 голды за каждое. Чтобы начать их, поговорите с NPC в Долоране, который стоит рядом с банком, и вам откроются задания на этом острове. На Толгороде можно купить тринью и кучу других шмоток за Баджа. Более того, вы можете попасть на момент с убийством ворлдбосса. Просто ударьте этого босса и стойте рядом, главное не умрите, чтобы вам засчитался квест после того, как босс будет убит. Снаригорно можно полутать хорошую 232-ю триньку. Конечно, есть варик поорать в чате и создать эльфийку и танцевать на почтовом ящике в Иргримаре, но вряд ли вам поверят. Но все равно вы можете сказать, что в плохом шмоте очень тяжело выполнять даже такие ежедневные квесты. Понимаю, поэтому каждому персонажу доступны пробные бесплатные всевозможные поставки. За них вы получите очки доблести и очки чести. С полученной валюты отправляемся к вендорам в Долоране, у которых можно приобрести дешевый шмот 200-го уровня предметов. И пвп шмотки вот у этой подушки. Так мы получим хоть и раз на бомжа одетого, но своего начального персонажа, заряженного к покорению подземелья, ведь наш путь только начинается. Наш персонаж стал уже 205-го, 210-го и левел, а время покорять кузню, ямы и залы. Да, хорошее место для всех любителей приодеться в стартовую экипировку 219-го уровня предметов. Не забудьте выполнить квесты с Сильваны у Орды и Джайны у Альянса, так вы сможете получить еще 900 дополнительной доблести и купить себе несколько недостающих шмоток. Если ваш персонаж все еще не дотягивает до минимальных требований кузни, ямы и залов, то побегайте еще в стандартные героические подземелья Лича. Как только кузня, ямы и залы в обычке будут освоены, и все необходимые шмотки получены, время проходить все то же самое, только в героическом режиме, для получения 232-х шмоток, попутно регаясь в рандомные подземелья Burning Crusade, которые тоже переписаны под 80-й уровень, и там мы сможем получить шмот 226-го уровня предметов. В подземельях Burning Crusade падает изначальная пустота. За этот реагент мы можем купить себе шмотки 200-го или 219-го и левела из Испытания Чемпиона, которая на Сирусе отключена. Продаются эти шмотки вот у этого вендора в Долоране. Прошло какое-то время, и наш герой уже одет в 220-230 уровень предметов. Самое время начать покорение рейдов. Рейдов на Сирусе очень много, поэтому здесь будет где размахнуться. Начать вы можете с Испытания Крестоносца, ведь сам рейд без стрэша и проносится очень быстро, а боссы очень простые на обычной сложности для 10 человек. Тут мы сможем получить еще больше полезного лута, который как правило мало кому нужен. И еще заработаем доблести, которую потратим уже известного нам вендора. Каражан в 10 обычки будет немного сложнее, но все так же проходим. Более того, тут мы сможем получить свои первые куски сета Т4, который является бисовым на Сирусе для всех классов. И только с данным сетом вас возьмут покорять контент с самого высокого уровня. Как только вы оденетесь еще лучше, то сможете регаться в группы для прохождения логова Макторидона и логова Грула в обычном режиме. В Испытание Крестоносца на 25 человек и в логово Аниксии. Там падают шмотки 245 уровня предметов. Не забываем и про склеп арковонов, которым можем получить дополнительную доблесть и сетовые шмотки. Как только наш герой станет 240-го, 245-го и левела, вас могут взять целка 10 обычку. Но критерии у разных рейд-лидеров свои. Кто-то берет для прохождения только 8 боссов, а кто-то набирает строго на фулл пронос. И вам может потребоваться комплект доспехов Т4 из Burning Crusade. Ну и вишенкой на торте становится CLK 25 обычка. Это максимальный рейд, который сейчас доступен на Х5. Вы, конечно, можете еще дополнительно посещать героическую сложность Каражана, Грула, Макторидона и Испытания Крестоносца. И, как видите, контента для развития персонажа просто невероятное количество. В общем, Сирус очень веселый проект в плане времяпровождения и достичь прогресса с нуля и без вложений на нем можно. Только это будет далеко не сразу, но на то оно и MMORPG, чтобы заниматься фармом чего-либо. Не бойтесь экспериментировать и придумывать свои маршруты, я всего лишь поделился своим опытом. Ссылка на сервер в описании, пользуйтесь реферальным кодом, чтобы получить бонусы при прокачке. С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро.